Самолет сейчас летел и упал где-то вот туда за деревней, может в поле, только что прям секунду назад. Спецслужбы проверяют информацию о падении самолета сухой Суперджет-100 у села Перочи в Подмосковье. Об этом пишут каналы база Шот и 112. База сообщает, что на борту находились три члена экипажа. По предварительной информации, разбился самолет авиакомпании «Газпромавиа». Он летел с завода Луховицы в аэропорт Внуково. Выполнялся перегоночный рейс. Российский импортозамещенный самолет упал всего через три часа после планового ремонта. Перед падением сухой Суперджет находился в воздухе более часа. Что случилось? Почему все это происходит? То, что по России можно, но не очень глубоко, давно понятно. И мы отрабатываем хаймарсами, артиллерией как минимум в глубину 100 км Российской Федерации. А, конечно же, хотелось бы больше. Я считаю, что все военные объекты в Европейской части Российской Федерации должны быть под ударом. Но сказать, что Джозеф Байден сильно поуротив, то тоже не скажешь. Но вчера он давал пресс-конференцию после встречи с президентом Украины. И такой говорит, ну какой смысл бомбить Москву и Кремль? Ну, я считаю, что смысл есть. Байден нет. Ну, пока мы договариваемся, где-то посередине, наверное, где-то по Рязани, что там Твери, еще какое-то говно российское. Так вот, проведение решило эту ситуацию немножечко довернуть. А боги, звезды, ангелы, неважно. Только что под Москвой упал самолет. Ну, вроде как пассажирский самолет. Ну, опять же, если ведро назвали самолетом, это же не значит, что оно самолет. Оно было ведром и остается ведром. Что имеется в виду? Дело в том, что упал сухой Суперджет-100. И, внимание, это же не просто самолет пассажирский. Сразу хочу сказать, что там пассажиров не было, потому что это первый импортозамещенный сухой Суперджет, который, а, после планового ремонта взлетел. Около часа пробыл в воздушном пространстве, причем в Московской области. Именно 60 минут, как одноименная программа, он размышлял на тему, что санкции не работают, а потом, что произошло? Потом он взял и упал. Ну, даже российские пропагандисты написали, что это крушение в ходе испытательного полета после планового ремонта. У этого самолета бортовые системы уже были разработаны и произведены в России. Но двигатели все еще франко-российские, сам 146. Что значит франко-российские двигатели? Это значит французские двигатели, на которых наклеили аквафрешевую свастику. Ну, что это сделано в России, но в связи с тем, что для двигателей комплектующие не поставляются уже очень давно. Ну, вот такая вот произошла история. Экипаж, три человека, два пилота и штурман погиб. Ну, мы со своей стороны, скажем, скорбим. Земля вам, российские негодяи, стекловатой. Но звоночек, почему этот интересен? Потому что, ну, во-первых, они орут, что санкции будут только на пользу. И, б, количество авиационных происшествий во российском воздушном пространстве. А они, между прочим, в пригранище с нами не летают. У них точно так же закрыто небо, как и у нас. Росло, росло, росло в какой-то геометрической прогрессии. И все думали, неужели везет два с половиной года? Так вот, везение прекратилось. Будем надеяться и исходить из того, что везение прекратится в целом российской армии. И российским нацистам следует задуматься, адекватен ли их главнокомандующий. По самолету, несколько слов еще скажу. Причины катастрофы установит следствие. Но звоночек это крайне неприятный. В России не могут самостоятельно выпускать двигатели SAM-146. Да и работы по капитальному ремонту, также до начала станционной войны, проводились во Франции. Но сразу понятно, что это был чисто российский продукт. Если работы по ремонту двигателей проводились во Франции. Они нам завидуют. Я вам точно говорю. Я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют. Иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Автоваз заявил о том, что прекращает выпуск полноприводной Нивы. Вот той самой классической, которая, в общем-то, не особо изменилась с самого начала времен. Удивительно, но это была единственная модель автоваза, которую по-настоящему любили. И действительно, которая шла на экспорт. Не потому, что кому-то захотелось летать в Дубай. А потому, что действительно получилось недорого и довольно-таки проходимо. Так вот, все. По заявлениям автоваза сейчас выпускаются исключительно заднеприводные Нивы. Это звучит по отношению к автовазу как-то как пропаганда. А проблема оказывается в том, что возник дефицит комплектующих на эту самую Ниву. Которую выпускали исключительно из отечественных комплектующих. И даже здесь возник дефицит. Но они планируют найти необходимые детали и возобновить выпуск. Ну да, как всегда. В общем, все как всегда. Полнейший, блин, задний привод. Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация, как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. Там БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу. Первый, без договоренности. Три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете. Телеграм. И телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Михаил Херекс. Контакты по традиции. Продолжение следует...